МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас после выпускного вечера мы с девчатами пошли гулять по улицам. И мы прогуляли до утра. Утром разошлись и потом встретились для того, чтобы покататься на лодке. Но стали проходить мимо ресторана, там была толпа народов. Мы остановились, Молоков объявил, что он дышал от войны. Они были просто дети, в одночасье повзрослевшие и не по годам отважные и мудрые. Они недоиграли, недоучились и вынесли то, что, казалось бы, и взрослым не под силу. Сегодня, до юбилейного года, со дня Великой Победы, дожили в основном именно те девчонки и мальчишки, которые, еще будучи школьниками, рвались на фронт. Тут было много всяких приключений. Я дернулся на фронт, меня потом поймали, обратно отправили. И я в 42-м году, в октябре, уже законно попал на фронт. Из родного города Павлова, что в Нижегородской области, Дмитрия Аллатарцева направили в артиллерийскую часть под Москвой. Начались бои за остановку немецких войск по направлению к Москве. Значит, этот Воронежский фронт, это была дорога на Сталинград и была дорога на Москву. И вот тут, значит, наш полк сыграл большую роль. Мы остановили несколько и пехотных, и танковых атак. Но наши орудия пострадали некоторые. Попозже нам через месяца полтора-два добавили, заменили их. И полк был в полном составе. С каждым днем наша армия отгоняла немцев все дальше и дальше. Дмитрий Аллатарцев дошел аж до самого Берлина. За войну на его имя по ошибке дважды были выписаны похоронки. Однако сразу после войны домой он так и не попал. И задолго до победы его ранило. И Дмитрий был отправлен в госпиталь города Алматы. Походил по разным организациям, устроился шофером работать в область полком. Потом меня перевели работать в центральный комитет, в гараж Солмина, обслуживать большое руководство. Поступил в институт заочно, получил специальность. Оставил работу шофером, стал работать инженером. Министерство сельского хозяйства, министерство строительства, глава Алматы строя. Глава Алматы строя, так я и остался до выхода на пенсию в 1984 году. Контузия и два ранения не помешали Дмитрию Васильевичу наладить послевоенную жизнь. Он и сейчас встречает каждый новый день с улыбкой на уста. Но однако эхо тех страшных дней он слышит постоянно. И каждый раз, смотря программу новостей, с горячей верой повторяет, лишь бы не было войны. Айрат Урынов, Пильнур Костиман, Жангакын.